Шестой чемпионат мира по тэквондо состоялся во Владивостоке. На него приехали около 600 человек из 53 стран мира. Соревнования проходили по дисциплине пхумсе под крышей спорткомплекса «Олимпиец». Он, конечно, не соответствует требованиям Всемирной Федерации Тэквондо ВТФ. Но Россия, и в частности Владивосток, представляют одно из самых перспективных направлений в развитии этого вида спорта. А столица Приморья находится рядом со страной, где было основано это восточное единоборство. Это первый чемпионат мира во Владивостоке. И, скорее всего, не последний. После завершения грандиозного строительства в городе, спортивные объекты Краевого Центра смогут в полной мере принимать любые международные соревнования. А положил начало настолько крупным спортивным событиям президент Краевой Федерации Тэквондо Валерий Кан. По его инициативе и полном участии этот спортивный праздник стал возможен. Данные соревнования, я думаю, не последние однозначно. Будем думать над тем, чтобы проводить здесь турниры класса международные. Вот это, конечно, основная тоже мечта, потому что турниры класса, они должны быть ежегодными. Если это будет у нас в Владивостоке, мы будем гордиться, будут гордиться наши спортсмены и все, кто любит спорт. Тэквондо в мире занимаются около 7 миллионов человек. Мы очень рады, что и в России этот вид спорта развивается очень стремительно. Этот чемпионат тому подтверждение. Он проходит успешно. Это самый крупный чемпионат поп-хумсе из всех проводимых ранее. Торжественное открытие чемпионата длилось около двух часов. Задача организаторов – развеять мифы и стереотипы о России. Главный лозунг соревнований – «Будем знакомы». Зрителям показали номера классических направлений культуры нашей страны. Спортивное зрелище представила демонстрационная команда Всемирной Федерации Тэквондо ВТФ. Каждая страна должна иметь свою демонстрационную команду. В Приморье есть тренер, который способен такую сборную подготовить. Вячеслав Мурнаев из «Находки» мечтает создать сильный профессиональный коллектив. Наша задача – иметь в Приморье очень хорошую демонстрационную команду, которая может показать всю искомину и всю красоту тэквондо, где будет и хангкесур, и техника пунксе, и акробатика, и трюки, где нужно быть именно и артистом, и хорошим каскадером, и хорошим бойцом. В сборной России 24 человека. Среди них 16 представителей Москвы и Московской области, а также 8 спортсменов из города «Находка». Соревнование обслуживает 50 судей по одному из каждой страны представительницы. От России два рефери международной категории. Дисциплина пхумсе начала развиваться в Приморье с 1996 года. Тогда из города Побратима Донгхэ приехал тренер Ким Джингсу. Именно он вывел приморских спортсменов в чемпионы и на всю жизнь заразил тэквондо, именитого ныне тренера Вячеслава Мурнаева. Существует 16 основных комплексов пхумсе. На соревнованиях спортсмены демонстрируют два. Один по заданию судей, второй подготовленный дома. Валерий Евдокимов и Ольга Михайлова – тренер и воспитанница. Среди смешанных двоек в своей возрастной категории заняли лишь седьмое место. Как там наши товарищи, старшие тренера сборной говорили, были допущены почти в каждом выступлении три несинхронных эпизода в основном. И небольшие помарочки в технике. Но это все сказывается, потому что нет тренера, который бы все тренировки проводил бы с нами. Валентина Конторина – самая взрослая спортсменка в сборной. Ей 62 года. Занимается пять лет. В спортзал пришла вслед за детьми. В своей категории уже становилась чемпионкой Европы и мира. Но в этот раз допустила ошибку в финальном поединке и завоевала серебряную медаль, уступив всего одну десятую балла. Хотела подтвердить, но не получилось. По своей, можно сказать, дурости. Свои ошибки, которые, ну что же она у меня, всегда забывай кричать. Женская тройка в составе Натальи Волковой, Халиды Вафиной и Татьяны Парфененко завоевала серебряные медали, уступив совсем немного команде из Германии. В смешанной двойке выступали Юлия Архипова и Стас Легай. Они прошли несколько кругов и в упорнейшей схватке обошли сильнейших китайцев и завоевали золото. Стремились, конечно, к победе. Тренировались два месяца упорно и трудно, чтобы не подвести тренера. Ребята хорошо болели. Была поддержка хорошая. Мы за этим сюда ехали. Мы должны были выиграть. Мы дома. Мы доказали, что мы лучшие. Мужская тройка Валерий Евдокимов, Михаил Родин и Александр Микус вышли в финал, но там стали лишь пятыми. Находкинский спортсмен Дмитрий Пегай завоевал бронзовую медаль. Дима, молодец. Вот ты сидел выступал, а там еще корейцы выступали. Они все видели, как он так пошатнулся. Я говорю, все рады за тебя. Молодец. Столичная спортсменка Наталья Волкова прошла финал после двух кругов и заработала второе место. В этом году она уже становилась серебряной придеркой чемпионата Европы и теперь улучшила свой результат. Халида Вафина завоевала бронзу, а Валерий Евдокимов также стал третьим. К концу третьего дня оставалась еще одна возможность пополнить копилку российской команды. Заработать медали в групповом выступлении старались братья Пегай, Дмитрий и Владимир, а также Роман Лебедев. В финале борьба за призовые места велась практически за сотые доли очков. Так, одну сотую российские тэквондисты из находки уступили сильнейшей команде Вьетнама и стали серебряными призерами чемпионата. Победа для нас очень долгожданная. Долго к ней шли. Буквально, насколько мы пытаемся уже. Шестой чемпионат мира получается. Готовились на протяжении двух месяцев под чутким руководством мастера из Южной Кореи, седьмого дана мастера Сомин Хака и нашего главного тренера Середы Юрия Петровича. Одновременно с чемпионатом проходил турнир по проте-квондо, где участники поединков за победу получали крупные денежные суммы. Призовый фонд – 70 тысяч долларов. Спарринговались сильнейшие команды – России, Турции, Азербайджана, Китая и Кореи. За российскую команду выступали члены сборной Покер-Уги. Среди них чемпионы страны, призеры международных соревнований. Трое тэквондистов из Дагестана, двое из Челябинска и один спортсмен из Санкт-Петербурга. Тренирует команду Игорь Хон. В первый день тэквондисты Азербайджана обошли спортсменов из Китая и через несколько часов сразились с российскими спортсменами. В первом раунде хозяева Даянга уступали, но ближе к концу боя обошли своих соперников. Во второй день соревнований встретились команды Кореи и Турции. В обоих раундах победу одержали родоначальники тэквондо. Им и предстояло сразиться в финале с российской командой. В бою за третье место боролись тэквондисты Турции и Азербайджана. Победили с небольшим отрывом турки и стали третьими. Финал выдался тяжелым. Российским спортсменам помогали родные стены и поддержка зрителей. Корейцам осознание того, что они представляют страну родоначальницу этого вида спорта. Технически они были сильнее и в бою увереннее. С первых минут повели в счете. На протяжении обоих раундов только увеличивали отрыв. В итоге победу одержала команда Кореи. Российские спортсмены стали вторыми. Если в Корее эти команды профессиональные, они уже давно существуют, то у нас, как вы знаете, нет профессиональных команд. То есть фактически на эти соревнования мы собрали ребят из второго-третьего эшелона, которые сейчас не принимают участие в подготовке к Олимпиаде. И приехали практически, только вот не успели подготовиться. У российских спортсменов большое будущее. Мы уже не раз встречаемся с ними. Но сейчас пока нет страны, которая бы смогла нас победить. Но скоро России это может быть удастся. По итогам чемпионата россияне завоевали пятое общекомандное место. В активе сборной одна золотая, четыре серебряных и три бронзовых медали. Команды Вьетнама, Германии и китайского Тайпея завоевали по две золотых медали. На первом месте сборная Кореи с девятью золотыми и одной серебряной медалью.